здравствуйте мои дорогие посетители нашей онлайн мастерской волшебные клубочки я очень рада вас всех приветствовать в нашей группе к сожалению так получилось что мы сидим все на самоизоляции на карантине и не видимся уже вот пошла третья неделя я по вам по всем очень скучаю передаю всем привет вам не болейте пожалуйста будьте здоровы мы для вас будем готовить онлайн мастер-классы я хочу сегодня сделать вам мастер-класс подставочки под пасхальные яйца у нас скоро светлый праздник светлая пасха в этом грядущее воскресенье поэтому этот мастер-класс будет очень актуален что нам понадобится для мастер-класса чтобы изготовить вот такую вот подставку под яйцо нам понадобится втулочка или любой картон из которого нужно будет вырезать полосочку основание под подставку цветные ленточки ниточки по желанию можно сделать обмоточку лентой либо любыми нитками шерстяными джутовыми какие у вас есть на данный момент шелковую ленточку можно взять все что найдется у вас дома даже можно цветную бумагу приклеить итак начнем сейчас я перейду на рабочий стол меня вы больше видеть не будете будете слышать мой голос и видеть мои руки я буду комментировать все то что я делаю итак приготовим все что нам понадобится вот для такой вот симпатичной подставочки упаковки на которой я уже поставила яйцо правда она у меня еще не покрашены но в пасху конечно займет место этого яйца яичка покрашены есть уже вот такая у меня готовая подставочка просто из ленточек чтобы сделать вот такое вот основание я взяла обычную стучку такую вы все узнаете откуда она взялась все мы пользуемся туалетной бумагой это серединка от нее и итак нам нужно отрезать кусочек для этого нам понадобится ножницы ну прям вот так вот отрезаем вот основание под нашу подставочку готова разрежем на пополам потому что если ее оставить так то более мелкие яйца просто провалятся внутрь а нам надо будет ли склеить немножечко сделать поуже то есть ее можно сделать обмотать любыми ниточками вот например вот это у меня обмотана вот такими вот красными полушерстяными я ее намазала клеем полностью и намотала просто в круговую и дала высохнуть но чтобы было сегодня побыстрее я предлагаю сделать из розовой ленточки то есть вот так вот просто ее обмотать и приклеить и у нас основание будет готово вот такое самое обычное либо можно обматывать еще вот таким вот способом кому как больше понравится покажу вам еще один способ обмотки вот такой вот так вот в круговую мы обматываем и у нас в итоге получается вот что-то вроде такого варианта так вот вот так вот и вот эту часть мы приклеим вот сюда обрежем ленточки остаточки чтобы она у нас не распускалась вот здесь вот ее желательно опалить зажигалкой у меня есть вот такая вот зажигалка так просто поводим теперь она у нас не распустится и зафиксируем клеем я пользуюсь клеем кристалл момент он не оставляет следов пятен ну можно любым моментом можно даже пва клеем у кого что есть под рукой и вот так соединим просто приклеим вот такое основание у нас получится можно сделать проще кому как удобнее и приклеить просто вот так вот по ширине ленточки вот так приклеить и расход материала будет намного меньше то есть мы сможем изготовить подставочек намного больше штук пять наверно из вот такого кусочка ленты ну у меня уже вот приготовлено основание одно теперь нам нужно взять ленточки которые будут обнимать наше яичко и завязываться сверху бантиком цвет можно выбрать любой но если у вас яйца будут выкрашены классическим способом например луковой шелухой то лучше брать контрастные ленты зеленые желтые белые бирюзовые синие если же яйца более пастельных тонов можно взять и красные бордовые золотые какие душа пожелает лишь бы не в цвет фона яйца у меня для моей подставочки будут две желтых ленточки и две бордовых ленточки и вот такой вот узенькой я завяжу бантик сверху ленточки когда мы обрезали они у меня получились длина примерно 25 сантиметров но если сложить вдвое вот так вот можно длину посмотреть какая вам нужна будет нужно две высоты подставочки плюс чтобы нам завязать еще на яйце то есть мы складываем ленточку пополам и будем ее навязывать на наше основание сейчас для этого я обрежу вот этот вот кончик и подпалю его так вот чтобы он не распускался и готовлю все наши ленточки так это у меня уже обработаны желтенькие сейчас сделаю так вот наши ленточки уже почти готовы все теперь начинаем привязывать их к нашему основанию для этого нам нужно сложить их вдвое наложить вот так вот поверх нашей подставочки два кончика пропустить через колечко и вытащить их вот в эту петельку у меня не сразу получилось вот аккуратненько не торопясь мы это сделали вот одну мы сделали вторую делаем такого же цвета желтенького с противоположной стороны расправляем ленточки чтобы они у нас красиво тут легли теперь также делаем две бордовые ленточки так вот так вот 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 Я очень надеюсь, что у вас все получится. Уровень сложности этого мастер-класса по 10-ти бальной шкале от 1 до 3. Поэтому не бойтесь это сделать. Даже если не получится, вы попробуете. Порадуете себя красиво украшенным столом на Пасху. Это можно даже сделать как подарочную упаковку. Если вы кому-то хотите яйцо, все-таки подарить кому-то из родных, близких. То это очень красиво выглядит. У меня яйцо пока не окрашенное. Ну вот подставочка вот так готова. Ставим сюда яйцо и собираем хвостики поверх все. Которые подлиннее окажутся, мы просто их отрежем. У меня вот я не рассчитала длину. Они оказались чуть-чуть длиннее, чем я хотела. Здесь я пока сейчас ниточкой завяжу, а потом уже бантик сделаю. Вот так вот. Тут разваливается. Очень красиво собралось. Вот так вот мы регулируем все ленточки, чтобы они все ровненько у нас собрались по центру. Подтягиваем какие надо. Смотрим, чтобы красиво все было. И привязываем сверху бантик. Здесь можно все что угодно. Цветочек какой-нибудь для украшения сделать. Можно просто оставить бантиком. У кого как фантазия. И у кого что под рукой окажется. Тут, конечно, длинноваты получились кончики. Поэтому я их, наверное, вот так отрежу. Лишние. Вот у нас примерно вот такая вот красивая подставочка появилась. Пожалуйста, попробуйте ее изготовить сами. Свои работы можете выставить в комментариях под этим видео. Пишите, понравилось ли вам. Не забудьте подписаться на нашу группу Волшебные клубочки ВКонтакте. С правой стороны сверху колокольчик. Нажимайте на него, чтобы не пропустить уведомления о новых мастер-классах. Я очень рада была с вами пообщаться. Передаю всем огромный привет. И до свидания. Новые мастер-классы ждут вас очень-очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok